Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я хочу показать вам мою коллекцию косметики. Да, да, да. В том году я уже снимала такое видео и показывала вам мой туалетный... туалетный... столики. И вам это видео очень понравилось, поэтому я подумала, решила, почему бы не взять это за традицию моего канала. Раз в год показывать моим любимым подписчикам, по которым я безумно соскучилась, пока у меня не было в России, я была на морях, океанах. Котик! 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 Хватит орать! Хватит орать! Извините. Соскучилась по вам, поэтому хочу показать вам что-то очень легкое, очень новое, ну и, соответственно, расслабляющее, потому что мой мозг еще не приехал. Он еще не смирился с тем, что за окном грязь и тоска. Почему ты начала орать, как только я села снимать видео? Почему? Почему именно в этот момент тебе нужно было начать орать? Он даже не смотрит в камеру. Впрочем, ничего удивительного и ничего нового. Пафосно кицы же. Сейчас я покажу вам, что нового за этот год появилось в моих косметических туалетных столах. Обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе удавление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И пойдемте уже, короче. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Это мой первый туалетный столик. Давайте начнем с верхушки, так сказать, айсберга. Это мои новые чехлы для кистей. Мицеллярную воду я сейчас пока что уберу. Как вы видите, количество кистей у меня сейчас достаточно крупное. И да, спойлер, это не все. Здесь у меня есть определенный принцип хранения моих кисточек. В этом чехле у меня хранятся только цветные. Как видите, они все белые, розовые, какие-то цветные. В общем, я не знаю почему, но мне нравится хранить именно цветные кисти отдельно от других. В этом же чехольчике у меня находятся просто обычные черные кисти. Здесь нет никакой структуры. Как вы видите, верхние я использую для длинных кистей. Вот такого вот плана. Очень удобно, кстати, их хранить именно в такой длинной штучке. А маленькие кисти я храню, соответственно, вот здесь вот. И вот эта вот какая-то старая, я даже не знаю, как это назвать, хранится, содержит все остальное. С верхушкой данного косметического айсберга все понятно, надеюсь. Поэтому давайте-ка приступим к верхней части всего великолепия. Опа! Что это? Ааа, это татуировки, которые я все хочу сделать, чтобы сделать себе фотографию а-ля у меня крылья на спине, но руки мои не доходят для того, чтобы это сделать, поэтому оно просто лежит здесь. Даже не знаю, с чего начать, у меня разбегаются глаза. Ладно, начну с косметики. Здесь, вот именно в этом отделе, я храню только мои кремовые тени. Вот, например, у меня кремовые тени от Чупа-Чуп с таким вот блеском, зацените. Смотрите, какие они классные, красивые. Здесь также у меня находится косметика из Японии. Это тоже кремовые тени, зацените. Очень люблю эту фирму, прям жду, не дождусь, когда поеду, чтобы там ее скупить. А вот это просто звезда, просто настоящая звезда. Это, опять-таки, та же самая фирма Can Wake. И как вы думаете, для чего нужна вот эта вот штука? Эта штука специально для того, чтобы выделять вот эту часть глаза. Да-да, тот самый корейский, японский макияж. Что дальше здесь у меня также представлено? Зацените. Это кушены. Сейчас, когда мы были в Таиланде, я увидела магазинчик, где продавалась всякая вот такая вот маленькая фигня. И я накупила себе кучу запасных кушенов. Вы просто посмотрите, какие они милые, няшные и каваяшные. О, кстати, у меня идея. Давайте откроем какой-нибудь кушен, например, вот этот вот. И прямо сейчас заменим мой старый кушен на новый. Я пока вам не буду спойлерить, но то, что вы сейчас здесь увидите, это тональные средства. Видите, ужасные, фу, грязь. Заменяем на новый. Идеально. Что здесь есть у меня еще интересного? Ага. У меня есть вот такая вот штучка. Те, кто фанатеет по всевозможной азиатской косметике, прекрасно знают, что это такое. Это специальная бритва для бровей, чтобы корректировать форму. Обязательно сниму видео, выложу в инстаграм, как я изгаляюсь над моими бровями, а вы мне потом напишите. По шкале от 1 до 10, насколько я их себе в очередной раз испортила. Это накладные веснушки. Кстати, я предлагаю прямо сейчас какие-нибудь одни из них и налепить. Например, даже не знаю. Какие мне налепить? Вот эти вот. Раз уж я все равно загорела и у меня проявляются веснушки, почему бы не добавить еще больше золота? Никогда не делала раньше накладные веснушки. Сейчас буду делать первый раз, надеюсь, не облажаю. Нифига. Обалдеть, мужина. Я вроде так халтерно делала, а у меня даже что-то получилось. Обалдеть. По-моему, выглядит очень круто. Прикольно. Что скажете, как вам? Я с веснушками. Кот, ты почему тут отираешься постоянно? Ты почему приходишь? Ой, он мурчит. С первой секцией разобрались. На очереди вторая. Алле, оп. У меня здесь, как вы видите, приспособление для маникюра. Всевозможные разные лаки с блесками. Самые обычные матовые. Также у меня есть там вдалеке еще где-то шилаки. Гель-лаки, если быть точнее. И коллекция моя небольшая, пока еще контактных линз. Также в недавнем моем путешествии в Таиланд я нашла в продуктовом, представляете, магазине набор линз. Я их пока еще не открывала, но, может быть, посмотрим, как я буду выглядеть с коричневыми глазами. Ахаха, нифига! Ну, подождите, я теперь должна вторую обязательно надеть. Что, скажете, как вам я с коричневыми глазами? Или лучше с моими обычными? И да-да-да-дам! Это палетки теней. Это третья секция под палетки. Причем не просто под палетки, а только под палетки, так сказать, нейтральных цветов. Смотрите сюда. Между делом показала подписчикам фак. Негодница. Фу! Несмотря на то, что палетка Pastel Got тоже от Kate Von D меня разочаровала, палетка с нейтральными цветами оказалась одной из моих самых любимых. Но, я думаю, по состоянию видно, что ей активно пользуются. Очень люблю эту рыжую палетку. Вообще, люблю рыжие тени от моих самых любимых. Там еще палетка. Еще палетки, 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 палетки. Не знаю. Много палеток. Все они разные. Потом еще из интересного палетка от KIKO. Не сказать, что здесь что-то очень необычное. Просто мне нравится, что здесь тени в форме сердечек. По-моему, это очень калай. Пам-пам-пам-пам. Ну, я думаю, что всех все равно больше всего интересует вот это вот великолепие. Просто святыня моего косметического стола. Косметос. От BTS. Ну, у меня уже есть отдельное видео, посвященное обзору этой косметики. Поэтому я даже не буду повторяться. Просто прелестница. У меня был день рождения, и Beauty Bomb прислали мне подарки. Именно к моему Дере. И всевозможные средства, именно так или иначе, связанные с каким-то японской, корейской тематикой. Мне было очень приятно, потому что... Ну, это реально круто. Также тут есть моя палетка с Урсулой, которую я показывала вам в обзоре косметики Disney. Которая внезапно оказалась очень крутой, хотя ее вид, ну, я думаю, сами видите, как-то... Особо не говорит тебе о том, что эта косметика будет классной. Но, тем не менее, она была очень даже и очень. Не знаю даже, что вам показать. Просто вот разные палетки всевозможных разных цветных теней. Здесь, на самом деле, ничего особо интересного нет, потому что здесь просто мои очки. Достаточно специфичные. О, да. Тамблер. Кек. Отдел, как вы понимаете, который сияет целиком и полностью, потому что сей отдел посвящен хайлайтерам и всем подобным вещам. Здесь у меня кремовые текстуры хайлайтеров лежат вот тут. Очень много разных вариантов. Смотрите, вот это вот вообще просто любовь полная. Просто посмотрите на то, какой он блестящий. Это, ну, она дорогая какая-то. Это не хайлайтер, а я не знаю, что. Это жидкий единорог какой-то. Также здесь еще много вариантов жидких хайлайтеров. Здесь у меня сет пудр. Есть рассыпчатые. Вот, интересная тоже палетка от Benefit. Здесь собраны всевозможные пудра, лайтеры, румяны, бронзаторы. В общем, какой-то прикольный такой сет. И мне нравится, как выглядит сама упаковка. Палетка с Кройлой Девиль. Тоже из косметики Дисней. Тоже внезапно очень крутая. Румяшочки. И контурирующие всевозможные штуки-дрюки. Здесь, конечно же, тоже есть своя святыня. Я думаю, дальше говорить не стоит. Это BTS. Пусочки. Здесь у меня хранятся мои кремовые румяна. Очень много всевозможных румян. Очень много всевозможных разных интересных... А, кстати, это же, подождите. Это же хайлайтер. Это же хайлайтер. Так почему ты лежишь, где румяна? Нужно убрать его. Кстати, посмотрите, какое классное сердечко. Красота же, ну. Уходи на место. Здесь просто куча... Куча всего. Все, что связано с глазами, все находится здесь. В этой бездонной куче находятся тушь и средства для бровей. Опять-таки, святыня BT21. Здравствуйте. Опять-таки, подарки от Beauty Bomb для меня. Вот, видите, вся эта японская коллекция Special for Me положили на ДР. Здесь много разных тушей, много разных средств для бровей. Я даже не знаю, как вам все это показать, потому что это целая жесть. Да, туши тут практически все у меня не вскрытые, потому что, как вы знаете, тушь-то после вскрытия, ну, месяца три плюс-минус нормально себя ведет, потом уже начинается печаль. Поэтому все это валяется закрытым. И даже уже раздать некому, потому что подружки мои завалены в косметике, родственники завалены в косметике, и даже подписчики в моем инстаграме тоже периодически бывают завалены косметикой. Я не знаю, ничего не знаю. Но знаю, что вот здесь находятся всевозможные мои подводки. Да, я не умею рисовать стрелки, но от этого мне не хуже. Подводок здесь дофига всяких разных. Какие-то такие, такие, даже с блесками есть подводки. Все, что хотите. И карандаши для губ. Это дело я люблю, но хоть что-то оправдано среди моей косметики. Очень много разных карандашей для губ. Хотя, на самом деле, если бы я не раздавала их просто чуть ли не оптом вот такими вот кусками этой подруги, этой подруги, этой подруги, то я чувствую, что у меня весь бы вот этот вот мой стол, он бы состоял исключительно из карандашей для губ. Слишком, слишком их много у меня. И вот здесь вот небольшие палеточки для оформления бровей именно сухими текстурами. Во, смотрите, здесь очень-очень маленькие вот такие вот находятся средства для бровей и сама пудра для бровей. Во. И последняя секция в данном косметическом туалетном столи, беще, помады. Возможно, сейчас вы удивитесь, а что помад-то как-то не так уж и много? Лиса, мы ожидали гораздо большего. Я скажу вам, что я тоже ожидала гораздо большего. Они в другом месте, просто лежат в отдельных коробках. Собственно, здесь у меня достаточно четкая сортировка из не самых часто используемых цветов. Сиреневые цвета. Как вы видите, здесь лежат только сиреневые помады. Вот они навалены между вот этой вот перегородкой. Всякие разные. Потом красные помады. У меня их, на самом деле, конечно, изначально было очень много, но я постоянно красные помады всем раздаю, так как я ими практически не пользуюсь вообще. И оранжевые помады. Оранжевых помад мало по другой причине, потому что я обожаю оранжевые помады, и в основном другие оранжевые помады у меня все распасованы по моим сумкам. Так, здесь у меня прозрачные помады-блески, но которые в основном служат для того, чтобы экстренно восстанавливать губы, если чуть что не так. Почему бы и нет? Так что, вот, с первым столбищем мы закончили. Но это еще, как вы понимаете, далеко-далеко не все. Ведь есть второй маленький стол. Здесь находятся мои еще одни кисти. Они у меня лежат в отдельности, потому что это в основном кисти, которые я постоянно использую для съемок видео. И самые часто используемые помады. И внезапно контурирующий стик, потому что больно он хороший, я получаю наслаждение, когда он стоит рядом. С какого начать? Первый, второй или третий? Давай с конца. То есть, третьего. Правильный выбор, потому что это помады. Вы готовы? Дети. Или не очень дети. В общем, это помады. Я же говорила, что у меня их много. Значит, смотрите. Рассказываю. Здесь все достаточно интересно. Здесь, вот здесь вот, вот в этой вот карабенции, вот в этой вот карабенище, находятся только нюдовые помады оранжевого подтона. Здесь у меня розовые помады, точнее, розовый нюд. То же самое нюдовые помады, но с розовым подтоном, который потом максимально естественно и круто смотрится на губах. Дальше у меня находится смесь коричневых помад и прозрачных помад. Я не пользуюсь особо ни этим, ни этим, но они, поэтому у меня лежат вот так вот, и эта коробка большая их перекрывает. Здесь всякие экстремальные помады, типа зеленые, голубые. Ну, в общем, я думаю, вы сами видите, то, что используются, мягко говоря, не очень часто. Также еще в моем помадном отделе есть обычные розовые помады. Следующий отдел мал и удал. Здесь, на самом деле, ничего примечательного нет. В основном здесь рефилы, потом бьюти-спонжи всевозможные. Короче, какие-то вот такие вот упаковочки, которые помещаются в эти квадратики. Просто потому, что мне удобно так все это добро хранить. С этой же стороны находятся мои накладные ресницы. Этими я не пользуюсь, этими пользуюсь, этим пользуюсь. Потому, что эти на магнитах, эти я могу, а в эти я не могу. И там тоже накладные ресницы, но это слишком тяжело. Самый первый, но уже, к сожалению, последний отдел моего косметического всего этого вот самого. Это косметика тональные средства. Да! Что могу рассказать? Здесь у меня лежат кушаны. У меня их немного, всего три штуки, зато какие три штуки? Это контурирующие стики, кремовые. Потому, что мне так нравятся. Здесь вот просто обычные тональные крема, потом BB крема, CC крема. Короче, вот эта вот зона, вот именно средняя часть, именно под тональники. Нет, я не пользуюсь таким огромным количеством тональников. Сейчас вообще, например, без тональника. Просто потому, что у меня, наверное, нет такого темного тональника. Они все тут плюс-минус светлые. Но я думаю, заметно, да? Базы осветляющие, базы корейские, базы матовые, базы увлажняющие, базы сияющие. В общем, все, что связано с базами, находится вот в этой вот зоне. И, конечно же, здесь еще напиханы мои SPF-крема. Без SPF-крема я не буду наносить, не то чтобы косметику, я из дома не выйду. Вот кто-то не выйдет из дома, там, мусор выносить без красной помады и без нарочных ресничек, а я без вот SPF-крема никуда не выйду. Это важно. SPF-крем. Что ж, это был небольшой мой обзор моих косметических туалетных столов. Я надеюсь, вам было интересно смотреть. Если вы хотите сравнить с тем, что в моей жизни появилось за этот год, то смотрите видео, которое было снято в прошлом году. А в следующем году, если вы захотите, я тоже сниму вам еще одно видео. Но, наверное, там уже придется покупать отдельную квартиру под все это, потому что... Потому что как-то так. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, тык, включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить и смотрите мои другие плейлисты. Пока!